так 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 маргинал смотрит смотрит что-то там про шашадова у нас там маргинал разбирает дебаты без мата а диаматия 10 минут прийти только сравнив два опыта вместе и выбрав один из них как настоящий а другой как иллюзор все так или иначе какой-то не нам это вроде смотрели давайте еще раза конечно никаких оснований ну это вот и вечный будет а поэтому люди поэтому людям не нравится философ так ну да такая будет а за форшина и ее повторяют из поколения колени она же не выдерживает самый простейший пить да не выдерживает самый простейший критики только вот кто-то критику нам не это не рассказал такое себе каким образом мы видим сам камень не в каком как мы видим сам камень таким посредством глазами моего вид у нас нет глаз все у нас нет глаз глаза иллюзия чё дальше ну блять чувак просто читал беркли и он начинает вот эту хуйню сейчас нести мы блять глазами видим ладно все нахуй я помню я помню это видео я помню какую хуйню маргинал здесь нес собственно бля ладно все хуй где у нас глаза но то есть смотрите мы мозг подключенный колб в колбе в колбе у нас электрические сигналы идут которые нам ведут туда непосредственно в общем то весь наш мир который мы воспринимаем где блять у нас глаза ну допустим одна модель симуляции такой возьмем одну из моделей симуляции где у нас здесь глаза ты сказал что мы глазами блять видим не вижу глаз а вы не которую кровецкий упомянул и и еще всякое появление которую не упомянуть таким образом мы видим сам камень что такое самка дальше так и вообще блять сам камень я могу во сне видеть сам когда в любой камень могу видеть во сне у нас может быть фотонов никаких нет может быть у нас нет никакого света отражения то что ты придумал все это дохера прикольно прикольно ахуенный аргумент нас может быть ничего нету хорошо но опровергай ну прикольный аргумент у нас может быть ничего нету но опровергай что у нас есть докажи что есть абсолютно с абсолютной очевидностью блять докажи что у нас все это есть в чем проблема это аргумент к тому что твоя позиция не является единственно возможной из тех известных нам в общем то вещей которые мы феноменологическом мире ощущаем докажи что твоя концепция является единственно возможной из всех и другие концепции не релевантно разве это непонятно спасибо green elephant спасибо разве непонятно содержание данного аргумента слушай давай ну то есть я формально не придерживаюсь эллипсизма я не сторонник того что мир иллюзия и так далее так далее так далее ну просто дядя ну просто дядя давай короче докажи окей ничего нету дом дальше ну да окей идем дальше мы доказывать ничего не будем я напоминаю основной вопрос философии почему есть что-то а не не что ну и чё по хайдегеру я напоминаю основной вопрос философии по василу почему блять я тебе еще шею не перерезал хуесос ты тупой ахаха ладно шутка высох пишет зачем доказывать если можно не доказывать а нахуя выставлять что-то ну типа как будто бы сама очевидным просто сказал бы ну я не знаю и собственно все расслабился челчилинг аут почему есть что-то они не что а потому что ну продолжать жить все равно надо принимать решение ты все равно будешь и принимать решение это будешь исходя из полаганий о том что какие-то вещи есть каких нет каких нет какие-то вещи да окей ну давайте предположим что мы живем в виртуальном мире есть реальный мир мы можем выйти из матрицы стать короче нео найти своего прекрасного черного друга морфеуса и вместе с ним вместе с тринити спасти мир наконец-то там потрахаться короче стринити клёво ее засадить как следует может в реальном мире вам даже телки давать будут не то что в этой проклятой матрице вот в матрице вы все девственники например сидите там вот так вот страдаете а потом выйдете из матрицы у вас там вы избранные вам короче не гритос и всякие засаживать будут тринити короче и все короче вам будут засаживать и вы будете всем засаживать настоящие прекрасные замечательные реальности окажетесь можем жить соотнося соотнося все с этим почему бы и нет при этом важнее важны какие-то нет тебя нет выбора не делать выбор окей мы можем делать выбор соотнося его с разными концепциями например христианство в котором у нас будет посмертное существование да нас буквально блять бог оживит например да мы можем жить свою жизнь как христиане делаются относя да и и с этими представлениями что то мы сейчас должны страдать сейчас мы должны мучиться сейчас мы должны себе все запрещать сейчас мы должны в общем все вот себя вот жизнь свою делать хуже сейчас да ради других ради всего ради того чтобы наша душа была чистой хорошей и прекрасной мы должны короче все 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 делать чтобы себе еще под насрать сверху помогать каким-то долбоебом алкоголиком наркоманам дегенератам, быдланам, да, мы должны все это делать. Мы должны, блять, любить ублюдков всяких. Вот если у нас муж появился, мы этого ублюдка должны убить. Даже если он алкаш, если он нам изменяет, если он нас, блять, не любит, если он вообще хуесос, полный биомусор, мы его все равно должны как можно больше любить, потому что христианство, как бы. Мы должны жертвовать собой ради христианства, да. Хотя, вроде бы, из нашего такого повсеместного опыта живого не очевидно, что мы, блять, потом оживем, воскреснем и что вообще все, что делается в рамках христианства имеет смысл. Упс. Упс, блядь. Представляете? Да, мы должны делать выбор. Ну и что, блядь? Мы даже в соотношении, если мы представляем себе, что мир это симуляция, мы все равно делаем выбор в этом мире, и мы можем его сделать таким образом, как будто бы мы подразумеваем, что мир это симуляция. А вдруг для того, чтобы выйти из симуляции после смерти, необходимо сделать определенное количество каких-то действий. Иначе, как бы, симуляция перезапустится, и вы продолжите крутиться в сансаре симуляции, или еще что-нибудь там произойдет. Неважно. Мы можем, придумать себе абсолютно любую идею, да, и в соответствии с ней соотносить свою жизнь и выбирать что-то, ну, в общем-то, в этом мире. Не просто ли это? Упс. Упс, блядь, ты сказал то, что не имеет никакого отношения к тому, о чем сейчас идет речь. Ах, упс. Гениально. Вот, а может, этого нет, а может, того нет. Ну, да, замечательно. Можно считать, наверное, что гравитации нет до того момента, когда у тебя появится возможность выйти в окно, и тогда... Охуенно. Супер. Это буквально аргумент тех дегенератов, которые воспринимают гравитацию как в общем объективную существующую силу, а не как теорию. Представляете себе? Представляете себе. При том, что гравитация это буквальная теория. То, что предметы падают, блядь, ни для кого, блядь, не секрет. Это буквально феноменологический опыт. Мы не называем свой феноменологический опыт гравитации. Мы под гравитацией подразумеваем силу, или совокупную силу, или еще что-то подобное. То есть это буквально теоретический состав. От того, что предмет падает вниз, и от того, что я, блядь, выпрыгну из окна и умру потом, это никак не соотносится с тем, есть ли, блядь, гравитация или нет. Вообще никак. Тогда ты либо перестанешь считать, что гравитации нет, и выйдешь в окно. Фух, блядь. Ну, это опять-таки типичная хуэта философия 101, которая, собственно, отпугивает людей, способных что-то хотя бы анализировать, хотя бы чуть-чуть. Прикольно. Сам камень. Может быть, сам камень состоит? Да, маргинал главное охуенно анализирует. Еще из каких-то невидимых вещей, атомов каких-нибудь. Что такое сам камень? Каждый отдельный атом, кристаллическая решетка, там не знаю, что такое камень. Сам камень это конгутенация значит этих самых атомов, то есть коллекция этих самых атомов. Ну, тогда сам камень не есть сам камень. Все. Маргинал проиграл. Самого камня нет. Есть иллюзия, базирующаяся на совокупности атомов. А атомы базируются на еще мелких штуках. Потому что сам атом, его тоже не существует. Но, напоминаю просто, да, сам атом это маленькое-маленькое ядро, и электрончики вот тоже вот там где-то вот летают на огромном-огромном расстоянии от этого атома. Вот там атом вот здесь вот такой вот стоит маленький, еще электрончики где-то вот на большом радиусе относительно этого ядра, они тоже находятся. Атом, насколько я понимаю, сейчас представляется, состоит по большей части из пустоты. То есть мы буквально смотрим на ничто. Да, если мы смотрим на современные физические трактовки того, что такое атом, это буквально ничто с некоторыми... с некоторыми отклонениями от ничто. То есть, представляете, мы по современным физическим теориям видим вот этот предмет, и этот предмет состоит из вот такой вот маленькой точки в виде ядер, и вокруг них где-то вот там по огромному радиусу, по огромному радиусу, вот такая вот картинка, вот оно, и краевращаются электроны, причем мы их не можем зафиксировать по большей части, потому что у них там поля вероятности определенные имеются. То есть вот, вот смотрите, из вот таких вот странных штуковин состоит вот этот самый предмет. Что же это такое, если, ну, не иллюзия сам предмет? В каком смысле сам предмет, сам камень, сама бутылка, это абстракция в таком случае получается. Вы не представляете, но это в таком случае абстракция. Ее не существует на самом деле тоже. Ну, потому что она из пустоты состоит буквально. Ну, что делать тогда с этой штукой? Ну да ладно. Которые собраны в такой форме, которую, собственно, мы благодаря, благодаря тому, что мы этим камнем в какой-то мере озабоем. И это при том, что мы не видим атомы. Ну, мы не видим атомы, мы не видим кристаллическую решетку, мы не видим более большие структуры, мы не видим клетки даже, мы ничего практически не видим. Но почему-то мы видим бутылку. Бутылку. Бутылку мы почему-то видим. Джойстик почему-то я вижу. Почему-то я вижу джойстик, да соответственно хотя он по большей части состоит из пустоты я могу потрогать джойстик он такой холодненький приятный значит мои ощущения но не холодный неприятные наверное все таки вот вот мы его держим до соответственно интересно почины мы выделяем его из окружающего но в таком случае выделение это тоже иллюзия своеобразная к реальности она никакого отношения прямого не имеет хаоса ну как имеет но косвенное достаточно даже симуляция имеет какое-то отношение к реальности то есть если мы берем себе компьютерную симуляцию допустим да она тоже имеет отношение скорее всего какой-то реальности потому что она на чем-то базируется наверное наверное мы правда не знаем тогда эту реальность но это уже другой совершенно вопрос ну всего вот этого бумаги не базы и confusion представляет мы это видели мы этот контент уже видели но маргинал как всегда на минималочах короче тащит пытается затащить на минимуме и у него там видео вроде бы названо маргинал овнет шадова потом из этого хайлайт был сделан и нам это хайлайт заказали маргиналов нет шадова по поводу там наивного реализма при этом он сам несет какую-то вот такую несуразную хуйню вместо аргументации почему собственно есть какие-то вещи почему и повторюсь почему банка содовой она отдельно от стола банку содовой мы тоже видим кстати такой какая она действительно есть смысле вышел что это за высказывание мы видим банку содовой такой какой она действительно есть банка содовой такая какая на действительно есть это совокупность условно атомов которые представляют собой какую-то нелепую хуйню Состоящую из ядра и виртуальных таких вот этих самых электронов, которые мы даже зафиксировать точно не можем, у которых поля вероятности и так далее, так далее, так далее. Короче, мы не можем электрон точно даже зафиксировать, увидеть электрон прям вот один в один. Каким нахуй образом мы воспринимаем банку такую, какая она есть? В каком смысле она такая есть вообще? Ну, что это за дичь? Мы не воспринимаем банку содовой такой, какая она есть, потому что мы не видим ее ни атомарного состава, ни молекулярного состава, никакого состава мы, блядь, не видим. Мы видим, блядь, образ такой поверхностный. Поверхностный образ жойстика, мы его просто видим, мы его трогаем, холодно, не холодно, приятно, неприятно, у меня рука пройти в пустоту не может почему-то, сопротивление имеется и так далее, так далее, так далее. Ну, то есть, блин, такая, какая она есть. Про Яблоко и Кузанского не особо помню. А! Это когда он рассматривал вроде бы видео с канала «Скрытый смысл», да, вроде там было такое. Пустота, блядь, пустота. Большая часть, из чего эта хуйня состоит, это пустота буквально. Я воспринимаю это не так совсем. Владислав пишет, а еще есть тетрахромы и дихромы, которые в цветном окрасе видят банку иначе. Ну, например, да. Тут еще с цветовым составом большие проблемы. Есть дальтоники, пальтоники, не знаю, хуетоники и так далее, так далее, так далее. Скорее всего, есть существа, которые воспринимают предметы немножко по-другому в пространственном смысле и так далее, так далее, так далее. Не доказана невозможность фиксировать атомы, либо их элементы. Так, необычное приложение. Маргинал буквально говорит, что мы обычным зрением видим банку такой, какая она есть. При этом придерживаясь еще и научной трактовки. Но научная трактовка и банка такая, какая она есть, друг другу противоречат, очевидно. Очевидно, потому что по научной трактовке банка состоит из фундаментальных частиц, которые принципиально не могут быть нами увидены, собственно, нашими органами зрения. То есть, вот буквально непонятно тогда, в каком смысле он употребляет слово банка такая, какая она есть. То есть, он не по-философски задает вопрос в таком случае. Потому что у нас, у философов, принято воспринимать вот это вот высказывание такое, какое оно есть. То есть, такое, какое оно есть на самом деле. Ну, например, вот этот вот предмет совокупность атомов Демокрита. Или этот предмет совокупность гомеомерий. Или вот этот предмет это просто образ, идея или там зеркальное отображение чего-то там в нашем там глазу. Или вот этот предмет это есть на самом деле лишь виртуальная проекция чего-то. Там, которая поступает На наш мозг, который находится в реальном мире А у нас вот так вот в мозг Поступает инфа, и мы воспринимаем предмет Которого на самом деле нет То есть вот Предмет такой Какой он есть, подразумевает Истину этого предмета То есть мы воспринимаем банку Из тех элементарных Частиц, из которых она состоит Но мы не воспринимаем эти элементарные частицы Значит мы не воспринимаем банку такой какая она есть а цвета в каком смысле есть то есть стоп цвета они они реально в мире существуют или это от восприятия от органов восприятия в данном случае зависит а почему тогда разные существа по-разному воспринимают вещи или или одни правильно другие неправильно воспринимают ну то есть тут понимаете тут сразу много проблем возникает наивный реализм он проще просто был вот предмет он есть мы воспринимаем таким какой он есть и все как бы забейте ребят все больше ничего не надо нам как бы хватит думать хватит думать короче идите нахуй вот никакой науки здесь быть не должно то есть наукой здесь никак и ничего не получается может банка сама излучает фотоны так владислав помимо того что банка излучает какие-то может быть и фотоны и хуетоны еще чего-нибудь вокруг банки происходит множество разных событий которые мы вообще не пустулируем невидима там не знаю воздух с ней сталкивается сопротивление воздуха наверно воздух у нее входят как-нибудь или жидкость в нее впитывается или еще какие-нибудь вещества с ней происходит мы не думай даже не подразумеваем не понимаем что там происходит да когда мы просто смотрим на и у нас нет шанса понять что даже происходит александр нет никакой дихотомии в позиции науки есть обобщение так владислав я здесь говорю о том что у нас есть определенные научные представления о том что такое вот есть элементарные частицы о том что такое предметы на самом деле как они на самом деле устроены они эти представления противоречат наивному реализму потому что подразумевают наличие восприятий наличие органов чувств органы чувств восприятия искажают предмет на который мы смотрим таким образом чтобы нам было удобно его воспринимать чтобы наш мозг мог его осмыслить буквально мы не воспринимаем мельчайшие структуры вообще в принципе в принципе не воспринимаем мы не воспринимаем большую часть того что вокруг нас находится что мы кстати фиксируем с помощью различных приборов мы даже относительно одной этой банки не воспринимаем у 99 там процентов и реального содержания не я про то что цветовое визуальное восприятие банки не обязательно от отраженных лучей окей ну вот я просто в принципе здесь говорю что маргинал совершает фундаментальную ошибку придерживаясь двух концепций которые друг другу противоречат причем а это фундаментально как бы неправильная позиция именно в смысле в том что маргинал верит в логику дрочит на нее и короче вот божественно снег любит относится ну либо он неправильно употребляет слова 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 совокупных слов который называется предмет таков какой он есть потому что это не по-философски в данном случае короче наебывает гуев выделяем их из безграничную безграничного ну выделяем и выделяем субъективно хочу выделяю хочу не выделяю вот этого космического теста орших а мы посредством нашей заботы ой блять все заботы не в смысле что мы по чем-то заботимся смысла что нас что-то озаботило нас что-то волнует выделяем те вещи которые важны да 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 грубо говоря для нас ну короче решил хайдеггером отбиться нормально ввиду чего ввиду нашей смертности доходи на все но очень научно наши смертности выбираем что делать если бы мы были бессмертным и не выбирать что я уже много раз то если мы были без ну неважно сколько раз ты об этом говорил доказательство того что если бы мы были бессмертные мы бы не выбирали что делать тоже хуйня полная соответственно я этот я об этом тоже уже много раз говорил и мы рассматривали видосы маргиналах, где он там по этому поводу высказывается абсолютно необязательно. То есть там никого доказательства, собственно, нет тоже. В нашей смертности мы выбираем, что какие-то вещи есть, каких-то вещей нет. Мы выбираем, что какие-то вещи важны, какие-то вещи не важны. Причем этот выбор, это не как раскольников с топором. Это зачастую даже не как выбор между чаем или кофе. Это, как правило, такие маленькие выборы, что. Само событие этого выбора нам важным не кажется. Мы его особо не замечаем. Как мы выбрали, что кристаллическая решетка есть. Да никак, чувак. Ты, короче, философию учи. Если ты говоришь, мы видим предмет таким, каким он есть, значит мы видим самые базовые его характеристики. Глубже ничего быть не должно. То есть мы буквально лицезреем архе. Буквально архе лицезреем. Но мы не лицезреем архе. Если мы верим в науку, мы не лицезреем архе. Да я тоже не понимаю Джон Дойя. Ну неважно, так в общем, да. Смотрите, что есть реально, что есть по-настоящему, что есть неиллюзорно. Если мир состоит из атомов, и атомы неделимы, и глубже атомов ничего нет, значит мир неиллюзорно состоит из атомов. И атомы неделимы, и ниже атомов ничего нет. То есть атомы являются архе, как это было у Демокрита. При этом под атомами он понимал различного рода геометрические такие вот формы. Они реально, атомы, они были неделимы, но имели разные геометрические формы. Сферы там, я не знаю, вот эти вот пирамидки там разные. И все такая вот интересная штука. И соединялись они, короче, друг с другом. Создавая мир вокруг нас. Атомы по Демокриту мы не видели. Владислав пишет, что атомы делимы же. Ой, блядь, Владислав, это не философские атомы. Это вот та хуйня, которую потом... Ну, вот смотрите, история развития термина атом. Атом неделимый. Он и переводится как слово неделимый. Да, соответственно, атомы Демокрита были неделимыми. Потом, когда ученые начали разбирать слово атом, они тоже у Демокрита его взяли и начали думать, ну, вот неделимое по определению, да. И до, в общем-то, 20 века они так и думали, что атомы неделимые, а вот в 20 веке неожиданно разделили их и такие, блядь. Короче, и, видимо, встали перед выбором, оставлять ли название атомы, либо, ну, не оставлять название атомы. Ну, они оставили, короче, название атомы и, короче, обосрались, на мой взгляд, с точки зрения философии. Вместо того, чтобы признать, ребята, философы, простите, мы были неправы, мы обосрались, мы вас всех наебали. На самом деле эти атомы были не атомами, мы их разделили, да, в соответствии с нашими же теориями мы допустили колоссальную ошибку. Наука в фундаментальном уровне ошибалась. Мы обосрались, простите нас, пожалуйста. Да, простите нас, пожалуйста. Нет. Вместо этого ученые просто сохранили название атом на делимой хуйне какой-то и, в общем, поехали дальше. Забив на всю возможную критику по данному вопросу. Как-то так. Я говорю про конкретные философские атомы, которые были архе. Ну, то есть архе первоначалами. Вот первоначало, это реально, это есть на самом деле, условно, да, это то, что лежит над иллюзией. Из архе уже составляется наше восприятие. Да, иллюзией нашего мира. И так далее, так далее, так далее. То есть... Да, Владислав, то, что сейчас ученые пустотой называют, ни один философ никогда не назовет пустотой. Тут еще, опять же, понимаете, блядь, ебаные ученые совершают подмены понятий просто вот так вот, блядь, клепают, у них фабрика подмены понятий, да. Сначала атомы подменили, теперь пустоту подменяют, и так далее, и так далее, и так далее. Физики еще такой хуйнина придумывают, потому что многие из них философии не шарят, что вы охуеете просто. У них там, не знаю, из анала медведя будут там фотоны в жопу, короче, коням, не знаю, фиксики, гномики, блядь, со всех сторон лететь, и так далее, и так далее, и так далее. Изнасилуют все философские термины с удовольствием. Вот. Феи, например, нет. Ну так, что если феи есть, наверное, надо какие-то ритуалы выполнять, связанные с феями, правильно? То есть там целый гигантский багаж есть, всякого такого, что надо было бы делать, если феи были. Ну, кстати, наивный реализм, он возможен. Он возможен, но для того, чтобы придерживаться наивного реализма, необходимо не придерживаться науки, научного позиции. То есть надо быть антисайентистом. Возможен наивный реалист, хорошо развитый, достаточно интеллектуальный и последовательный, да, и при этом последовательный, но при этом он должен отрицать научные достижения. Серьезно. Ну, и это вполне, как по мне, адекватная позиция. То есть мы не видим предмет таким, какой... Ну, то есть он может сказать, да, мы видим предмет таким, какой он есть, а все, что вот как бы мы там постулируем через просмотр там в телескопы, хуископы, перископы, телескопы, шмароскопы и так далее, это все иллюзии как бы, да. Это уже какие-то археологические раскопки интеллектуальные, которые мы по-своему трактуем. На самом деле мы видим предмет, он есть такой, какой он есть, и вот, соответственно, вот он, наивный реализм, понимаете, будет в чистом виде потрясающий реальный. Вот предмет, вот он, блядь, вот он вот такой. Никаких атомов, хуятомов, шматомов, никаких, короче, ничего там, короче, нет. Он вот такой вот целостный, вот-вот-вот-вот он, блядь, и я целостный, и мы оба целостные, мы друг друга хуярим целостный, целый день, вот так вот. Мы такие веселые, друг другом что-то делаем, такие штуки прекрасные, да, все все это есть на самом деле только это не научная позиция к сожалению а кристаллическая решетка что если кристаллической решетки нет значит я в школе обманывают там целый багаж несуществования кристаллической решетки несуществование гравитации имеет багаж довольно большой что получается из окна можно выйти нет не получается это хуйня сейчас что из окна можно выпрыгнуть не получается феноменологический опыт он универсален вообще все скептики признают феноменологический опада то что его трудно не признавать к нему нельзя вопрос задать вот скептики сомневаются в том что существуют вот эти все теоретические объяснение они являются релевантными адекватны этому миру то есть соответственно гравитация от конечно теория это не феноменологический опыт феномологический опыт это вот бутылка падает ещё раз и ещё раз И еще раз падает, и еще раз падает Это вот-вот феноменологический опыт Он никак не говорит о том, что гравитация есть Более того, мы само это падение еще гравитацией даже не называем, понимаете? Гравитация это общий закон, по которому эта хуйня падает Причем мы не знаем, он реально общий, реально ли закон Может быть есть где-то в мире, в планеты, от которых наоборот все отталкивается Мы просто эти планеты еще не заметили Может в каких-то галактиках, блять, от планет все отталкивается Представляете себе? А мы думаем, что вот все вот так вот происходит Ну и так далее, так далее, так далее Гравитация это теория Но при этом это никогда, ни в каком случае, ни при каком, ни при каких обстоятельствах практически Не значит, что мы можем выпрыгнуть в окно и полететь Вот То есть То есть вот, Владислав пишет, есть теория об антигравитации Ну, может быть и есть Может быть и есть, Владислав, есть теория об антигравитации Но я просто, опять же, замечу Ну, тогда, да, мы просто постулируем, что есть и гравитация, и антигравитация Мы просто попытались тогда закрыть дыры в нашей теории предыдущей С помощью внедрения противоположного, в общем-то, противоположной сущности какой-то Ну, ладно Опять же, понимаете, теории, они создаются в рамках определенных, как бы сказал Вахштайн Социальных практик или личных практик Практик личного взаимоотношения, общения Люди друг с другом общаются, придумывают, фантазируют, создают Смотрят факты, которые у них есть Пытаются делать так, чтобы наблюдаемые факты максимально не противоречили Во-первых, их принципам, и чтобы принципы не противоречили теориям и так далее, и так далее, и так далее То есть, делают очень много всяких фантастических ходов, которые не являются в радикальном смысле надежными Но при этом мы все равно, выйдя из окна, разобьемся, скорее всего, да Потому что, ну, практика так работает Прошу прощения, практика, она не критерий истины, она критерий практики, к сожалению Практика сама себя подтверждает Ну, разобьетесь Ну да И это никак не связано с тем, что есть гравитация, нет гравитации Ну, Владислав, здесь тоже без разницы Здесь мы можем вообще по-разному подойти к этому вопросу Мы можем вообще сказать, что ни земли нет, ничего нет Вот, вот, смотрите, Владислав, а что притягивает персонажа в игре, который прыгает? Вот, вот, прыгает, что его притягивает? Там гравитация есть, там код, наверное, какой-то работает Там буквально код его просто заставляет вот так вот делать У него есть анимация определенная, или там, я не знаю Или еще что-нибудь То есть, на него буквально не действуют никакие физические силы Ну, кроме тех сил, которые работают в компьютере Да, компьютер создает визуальное изображение А на персонажа в игре, на него никакие физические силы, по сути-то, не действуют И при этом мы можем эти физические силы по-разному Эти псевдо-физические силы, виртуальные силы мы можем менять вообще как угодно Вот, при компьютерной аналогии, давайте так к этому подойдем Там даже не важно, кто, к чему, когда притягивается Мы можем в рамках компьютерной игры виртуально сделать так Чтобы и я притягивал землю, и земля притягивала меня Ими оба взаимно притягивали друг друга Только в виде кода это будет все организовано В таком смысле гравитации как силы не будет Будет просто код, который работает подобно тому, что мы постулируем за гравитацией Правильно, Владислав, все верно В чем этот багаж, он тебе еще и из естественного отбора, скорее всего, ебать Ну, доказательства мое почтение На самом деле интересная тема Да, тема интересная, и я как скептик предполагаю, что эти темы надо развивать, с ними работать Усложнять доказательства, продолжать их обосновывать и критиковать, разбивать и так далее, так далее, так далее Потому что тема реально интересная, и поэтому я эти вещи и говорю Но я немного отошел от моего наивного реализма Так или иначе, мы видим камень Просто камень Мы видим его посредством Нашего глаз, зрительного нерва Окей, ну Главного мозга Посредством частиц света и так далее Но видим мы камень Именно камень Почему это именно камень? Что в нем каменного? Что делает его камнем в данном случае? Наше мнение, если наше мнение делает его камнем, значит мы не видим, собственно, камень Прошу прощения Если камнем его делает какая-то субстанционарная хуйня, очень важная, философская Тогда, может быть, действительно камень и есть камень Только вот доказано, этого не было Опять же, не было Ну Иисус Биба, 100 рублей Маргинал, я люблю тебя Спасибо, спасибо за 100 ПП Адский Огонь, 100 рублей Начальник, ты с кем меня посадил? Тосьминог чернилицу свою разлил Спасибо за 100 рублей ПП Адский Огонь, 100 рублей Давай опровергай Как я буду опровергать-то? Бери феномены и опровергай Вот так, рук не существует, бутылки не существуют Давай, работай Спасибо за 100 рублей САП, 100 рублей Спасибо за 100 рублей Дальше Камень Выступает у себя на канале Спасибо Тупая позиция, которую можно себе представить Вообще просто Ну, это реально Ну, это реально самая примитивная позиция Вот, по факту Она просто самая примитивная Она самая примитивная В том смысле, что она самая буквально простая Ну, примитивная в смысле простая Считай Галена Строфсона Ее тоже надо доказывать Да Это просто самая простая позиция Которую можно себе вообразить Да? И из-за того, что она простая Еще не значит, что она верная Ну, конечно, нет Дальше Так что, это не значит, что она не верная? Действительно, согласен Давайте доказывать все-таки Кстати, она может быть предпочтительной Из-за своей простоты Если альтернативной Нахуй Бритву Оккому Не люблю Бритву Оккому Философии Бритву Оккому Просто сразу нахуй Просто сразу пошла вон Как бы Философия может не опираться на Бритву Оккому А наука обязана Потому что иначе не совсем наукой будет Позиция Равно недоказуемая с ней Не, если позиция равна недоказуемая Тогда вообще плевать, какую мы выбираем Но У нас нет оснований для выбора тогда Но это не так В принципе, и там, и там можно В принципе, доказывать Дэсси Бокс А вы по-разному Дэдси Дэд Айс Бокс Дэд Айс Бокс получается Мертвая ледяная коробка Да? Окей Вы можете по-разному это доказывать По-разному к этому подходить Просто маргинал в данном случае Придерживается самой примитивной позиции Из возможных В этом его проблема И ничего не говорит при этом И вообще никаких обоснований нет Причем проблема даже не в том, что она примитивная По-моему, наивный реализм Разъебывали вообще За всю историю философии Все, блядь, кому не лень Вся история философии Это разъеб наивного реализма Вот, вот, чек, чекайте Это не цитаты на полях диалогов Платона Это разъеб наивного реализма Мы посмотрели 4 минуты Реально, ребят Буквально, блядь Наивных реалистов философии Не очень много И их почти всегда, ну Ебали К сожалению Это неинтересная реакция Комитивная позиция Ну, на введение в философию Как бы так и преподается Вначале все люди были наивными реалистами А потом обнаружили, что Да, я буквально, блядь, сказал, что вначале все люди, блядь, были наивными реалистами Охуенно Да, на введение в философию так и преподается Витшадов только что сказал, что вначале все люди были наивными, блядь, реалистами Да, охуенно 10 из 10 Оказывается, у них бывают сны Да, именно так, блядь, я и сказал Спасибо Мое почтение Круто Это примерно Во всем мире примерно так это и преподается То есть люди не знали, что сны бывают Потом такие Ох ты, оказывается Так это же еще Я когда Все, закончили Время Также Ох ты Ах ты Это Ах ты